Партнер канала немецкие профессиональные фонари LED Lanzer Больше, чем просто свет Здравствуйте, товарищи! Это рубрика Мотозона И сегодня у нас в эфире Кракозябра Покажи, покажи, пусть будет Если вы зануда, сразу выключайте этот видос Он вам абсолютно не нужен Потому что начнутся вот эти комментарии Да зачем это было делать, да на нем же неудобно То, сё, пятое, двадцать пятое Зачем было тратить время и силы на создание вот этой конструкции Затем, что людям, у которых внутри есть творческая искра Им свойственно создавать что-то такое, чего прежде в природе не было В этом смысл, именно в этом Если не выключили, то пойдемте разглядывать детали Начать надо с того, что сейчас я пройдусь вдоль самого длинного мопеда в России Четыре метра и шестьдесят сантиметров Больше того, это не просто какое-то сделанное мною здесь наблюдение Это действительно зафиксированный рекорд России Да, это мопед-рекордсмен Друзья, четыре метра, шестьдесят четыре сантиметра от колеса до колеса Мысль пришла много-много лет назад, лет двенадцать назад Намеревалась когда-то построить велосипед такого рода Время прошло, права получили, мопеды подешевели И та конструкция, тот замысел переродился уже на двигатель внутреннего сгорания Происходило это в частном доме, в собственном боксе Был стапель На канале автореаниматор это будет видно Стапель использовался как нулевая точка, как большая плоскость От которой производились все измерения Чтобы поймать соосность, поймать перпендикулярность Чтобы колеса не пошли иксом Помимо длины в нем хватает прочих интересностей Во-первых, например, задняя часть Нетрудно заметить, что маятник у нас здесь крайне непростой Во-первых, консольное крепление колеса Но такое мы с вами видали Любопытно, как это сделано Потому что звезда и тормозная система с одной стороны А само колесо с другой То есть можно снять с маятника колесо и оставить всю эту красоту Или наоборот Это автомобильный диск с мотоциклетной спортбайковской покрышкой Приводится в движение вращением не колеса звездой, а оси Ось проворачивается звездочкой Звезда и тормозной диск находятся вместе с одной стороны Они не разнесены Это крайняя редкость Всего один итальянский мотоцикл выпускался с завода с таким решением Перед вами, товарищи, самый упоротый мопед Альфа на той планете Солнечной системы Которая располагается между Венерой и Марсом Но это действительно мопед Альфа Дело не только в двигателе, дело в документации Вот такую вот карточку выдают владельцам подобной техники И если верить написанному, а написанному нет оснований не верить Перед нами Альфа Спорт Прикол-то в том, что мопеды не регистрируются как более кубатурные транспортные средства И поэтому с ними вообще можно делать все, что угодно И Дмитрий наглядно демонстрирует, что все, что угодно с Альфой действительно можно сделать Наше законодательство большекубатурные двигателя не дает переделывать Или что-то с нуля строить Это трудно и дорого Руки развязала мотоиндустрия мопедная Двигателя 49 кубиков Я неоднократно интересовался у представителей правопорядка дорожных О том, что мопеды с двигателем 49 кубиков могут переделываться как угодно В связи с тем, что они не ставятся на обязательный учет Бюджет данного агрегата будет звучать, наверное, смешно Но он составляет в районе 30-35 тысяч Это с нуля Это покупка донора Альфы Это покупка металла Покупка краски всех недостающих элементов Лампочек, фонариков, ленточек И также перетяжка сиденья, спинки и всего остального Диск от Skyline На него натянута покрышка гуночный слик мотоциклетный Смотрится все это клево и эффектно Но есть один минус Регулировать положение колеса нельзя И поэтому для цепи соорудили вот такой натяжитель Альфовский мотор тоже живет на маятнике Маятник является моторамой Прямо к нему крепится двигатель И сам маятник является глушителем Что касается тела мопеда То здесь вообще интересно Потому что перед вами, господа, несущий кузов Большинство мототехники, да практически вся она Создается на хребтовой раме В моем случае это несущий кузов Это объемный кузов, как у автомобилей Сварен он из профтрубы скелет И обшит миллиметровым железом Который изнутри еще и обклеенный степешкой Это дало возможность сделать огромное багажное отделение И спрятать в нем внутри всю электрику Все тросики и также тормозной цилиндр Внутри у нас здесь емкость Туда помещается шлем Здесь находится бензобак Бензобак довольно низко, как можно заметить Именно поэтому пришлось бензонасос приделать к альфовскому мотору Вся эта конструкция проклеена шумкой Я сначала совершенно не мог взять в толк Зачем здесь шумоизоляция А затем, чтобы вся эта штука не гремела А она умеет Вилка тоже огромная, из треугольного профиля Альфовские перышки у нас здесь Вилка маятниковая, длинная Самая, наверное, длинная в мопедном мире Да и может потягаться со многими мотоциклами В своей длине и конструкции У нее гигантский уклон При этом трейл и рейк у этой вилки рассчитаны Это рулица Несмотря на то, что многие мне пророчили Что ты не сможешь на этом ездить Это рулица Это были титанические расчеты Но мы это смогли Как водится подобная техника Это смесь всего совсем Колесо 200 кубового китайца Перья альфовские На самом деле все это не так важно Я вам хочу задать вопрос Вот что важно Как вы считаете То, что мы сейчас с вами видим Это чоппер или не чоппер? Я об этом задумался И однозначного ответа от себя самого не получил Потому что, на мой взгляд, это все-таки чоппер Во всяком случае, поиск в Таиланд Убедила меня в том, что чоппер может быть каким угодно Если у него длинная вилка А что вы думаете вы на этот счет? Я рассчитываю прочесть в комментах Это 100% кастом Это не переделка Это не тюнинг Это создание с нуля Чего-то совершенно необычного Совершенно нового И принципиально нового Что касается тормозов Еще одна чопперная, кстати, фишка Основной тормоз В данном случае задний Потому что он действительно эффективно работает Передний в принципе существует Но, как Дима говорит Толку от него не так много Но самое интересное Я уже этот вопрос буквально слышу Как на нем сидится? Это я вам скажу вообще Песня Гимн демократической молодежи Цитирую Ерофеева Потому что Маленькому и пузатому типу Вроде меня На нем сидится плохо Потому что ножки мои короткие И не дотягиваются до педалек Вот такая, понимаете, трагедия Именно поэтому Сей видос Тот редчайший случай Когда я все-таки Откажу себе в удовольствии Прокатиться на Редкой технике Но просто банально Потому что я для нее Все мелковат Ребят, вот честно Я потом страшно жалел Что не попробовал Хотя бы, ну, несколько метров Проехать на этой стыке Да, в самом лучшем случае Я бы тронулся Некоторое время двигался прямо И потом, ну, если повезет, конечно Остановился бы Без посторонней помощи Потому что даже в руках создателя Эта конструкция не выглядит Особенно маневренной Честно вам сказать Развернуться на ней Вообще практически невозможно Даже на многополосном шоссе И поэтому единственный способ Вернуться в ту точку Откуда ты и стартовал Это квадратом Объехать ближайший квартал А вот таких вот жертв Требует в данном случае красота Хотя, ну, справедливости ради На фестиваль автошок Этот мопед доехал своим ходом И мне так кажется Что это, ну, практически подвиг Хотя, повторюсь Я-то на нем так и не проехал И ужасно Ну, то есть, правда, ужасно Об этом жалею Добавить-то мне получается нечего Уж сколько необычных машин я видал Но настолько упоротую вижу Пожалуй, впервые В общем, я закончил свой рассказ Ну, а с вас традиционно лайки Дизлайки Ну и, разумеется Комментарии экспертов Про мопед все Теперь время вспомнить про конкурс Который канал Чудо Техники Проводил совместно с маркой Синерс Боунс В видосе про Харли Дэвидсон Роад Глайд Больно вспоминать про Роад Глайд Во время вот этого карантина В видосе про Роад Глайд Мы предлагали вам выбрать Самое яркое Самое важное событие В истории марки Харли Дэвидсон И Дмитрий Как раз Синерс Боунс Руководитель этой Блистательной компании Он выберет Вариант, который понравится ему Больше всех прочих И Одарит победителей Футболками Которые Они же победители Выберут на сайте Марки Синерс Боунс Так что теперь слово Дмитрию Друзья, всем привет Я Дмитрий Бренд Синерс Боунс Ну что вам сказать Задача не Для слабонервных Из 373 комментариев Выбрать лучший Но у меня есть хорошая новость Я выбрал Аж 3 Лучших комментария Которые хотел бы Зачитать Озвучить вам Первый комментарий От Александра Кудрякова Значит Главнейших И важнейших Событий Несколько Синерс Боунс Поместили Харлей На свою продукцию Ну конечно Я не мог Не отметить Такое важное событие Появление Мотора Эволюшн Который спас Марку Если серьезно Согласен Значит Второй комментарий От Андрея Шмаргуна Когда солдат Вернулся С войны И пришел На фабрику Харли Дэвидсон Поблагодарить Создателей Такого Надежного Мотоцикла За то Что они Создав Такой Надежный Агрегат Спасли Кучу Жизни И его Жизнь В том числе Ну действительно Было такое Событие И оно Достаточно Знаковое Я считаю Не мог Не мог Не отметить И третье Значит От Джал Лаксли Тривилиас Ух Понапридумывайте Же имен Семя Значит Он пишет Карбюратор На первом Харли Из банки От томатов Забавно Почему бы и нет Я не удивлен Если действительно Было так В самом Первом Мотоцикле Почему нет Кстати Георгий Подумай Может быть Стоит Осветить Ну Сделать Обзор Такого Мотоцикла Если найдешь Конечно С банкой Томатов Все Всем здоровья Хорошего настроения Счастливо Что-то мне кажется Что запилить Обзор Про первый Харли С карбюратором Из консервной Банки Это примерно То же самое Что зафигачить Граффити На лбу Стату Свободы Мало Кто Обрадуется В любом Случа Все Кто Победил В конкурсе Свяжитесь Со мной Инста В контакт Предпочтительно Кстати Фейсбук Все контакты Ниже Ну Просто В комментах На ютьюбе Как-то личную информацию Неправильно Оставлять Вот В общем Чтобы мы Все Как-то связались Я бы ваши координаты Передал Дмитру И вы получите Свои призы Ну Когда все Вот это Вот снова Нормально Заработает В любом Случае Сейчас важно Найти Так что Пишите Случае